Евгения Пелюгина, нахабинский предприниматель, на базе своей фирмы Травушка-Муравушка, в период пандемии запустила производство оригинальных защитных масок. В пик дефицита приходилось делать по три с половиной тысячи в день, говорит бизнесвумен. Всего из-под иглы вышло уже 20 тысяч. 10 процентов изделий компания раздает бесплатно волонтерам, курьерам и даже инспекторам ГИБДД. Всеми возможными путями мы раздаем их бесплатно. Что касается коммерции, тут тоже все открытые пути. То есть это инстаграм, это наша страничка в интернете. Под этот проект мы завели отдельную страничку корона.нет. У нас два варианта. Первый вариант 54 рубля – это маска с кармашком, куда вы можете вставить фильтр, либо марлю, либо угольный фильтр для большей защиты. Цена без кармашка, двухслойная маска стоит у нас 50 рублей. ГОСТ используется у нас в отношении ткани, ниток и резинок. Маска из бязи, хоть и не является медицинской, но шьется по рекомендации Минпромторга. Компания подала заявку на сертификацию. Перепрофилироваться с изготовления кашпона. Спецзащиту помогло сотрудничество с Оксаной Соловьевой. Вместе женщины не только набрали новых швей, но и уже запустили производство специальных костюмов. По лекалам химзащиты шьются они из материалов, которые не пропускают влагу и воздух, а значит и вирус рассуждают производители бренда Корона.нет. Этот случай переориентации не единственный в Красногорске. По данным инвестиционного управления администрации, еще три компании уже перешли на подобное производство или завершают процесс модернизации. Одна из них изготавливает специализированные медицинские маски, но каждая может попасть в расширенный в связи с эпидемией список поддерживаемых предпринимателей. Там, конечно, есть требования, что, во-первых, предприятие должно быть зарегистрировано в Красногорске, по акведам они должны проходить. И, соответственно, оборудование, конечно же, должно либо берется в лизинг в этом году, либо приобретается в этом году. Но мы с каждым индивидуально будем работать для того, чтобы максимально все сделать возможно, чтобы их субсидировать и компенсировать. Ожидается, что после постановления главы о расширении мер поддержки бизнеса до реальных компенсаций аренды, коммунальных платежей, стоимости нового оборудования ждать останется недолго. Та же травушка-муравушка за корону.нет может получить субсидии уже в мае, если оперативно подаст документы. Этот бизнес в реестре как социально ориентированный. Здесь задействованы люди с ограниченными возможностями. Лозунг «Сделано с любовью заряжено добром» похожи не просто красивые слова.